А вот и я! Засиделся в читальном зале, два мультика снял, с электроником познакомился, да! Главный новогодний подарок для жителей Западного – открытие обновленной Центральной городской библиотеки имени Ленина. Наша Ленинка стала модельной во всех смыслах. Отреставрированная кафедра обслуживания и новая станция самообслуживания для автоматизированной книговыдачи, яркая мебель и интерактивное оборудование. Здесь у нас интерактивный пол. Обратите внимание, кто будет участвовать? Покажите нам, что здесь нужно сделать. Конечно, это же в первую очередь для развлечений, для активного отдыха. Полностью переоборудовать помещение помог федеральный нацпроект «Культура». В этом году Ленинка победила в дополнительном конкурсном отборе, получив на капремонт и технику 10 миллионов рублей. В Ростове это уже третья модельная библиотека. Небольшое пространство максимально функционировали. Открыли секторы творческого и раннего развития, подросткового чтения и медиакомпетенций. Вот, например, у нас здесь сразу в закладочках выставлена база национальной электронной детской библиотеки. Вебландия. Мы неспроста выбрали здесь вебландию, чтобы показать, что наше пространство и полезно, и безопасно для детей. Обновили и книжный фонд. Третьеклассник Коля Волощуков, читатель Ленинки, уже пятый год. Любимые издания были Инна Балеши Поповича и Илье Муромце «История древнего Рима и древней Греции». Гомар написал две замечательные поэмы. Ивиада, которая повествует о Троянской войне, и Одиссея. В Одиссеи написано о странствиях, о морском путешествии одного из участников Троянской войны – Одиссея. Меня зовут Электроник. Мы все очень ждали этого дня. Теперь я стану настоящим библиотекарем. С роботом-промоутером можно не только поговорить по душам, но и проконсультироваться по сервисам и услугам. Гости подчеркнули, такие современные библиотеки должны быть в каждом городе и районе. Будем поддерживать самых активных и дальше. Мы это подтверждаем. И выделять финансовые средства из областного бюджета на создание модельных библиотек. На три года у нас в планах создать 22 библиотеки с 2022 по 2024 годы. Но если инициатив будет больше, власти готовы увеличивать и количество, и финансирование модельных библиотек. На это из областного бюджета уже выделено больше 375 миллионов рублей. Готов помогать деньгами и город. Мы на Февральскую думу внесем предложение о выделении средств на капитальный ремонт еще двух библиотек. В следующем году обновятся еще четыре библиотеки города. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Первый, Ростовский.